Привет народ, с вами Ватман и я продолжаю тестить тачки в GTA 5 на моем слабеньком ноутбуке. Сегодня у нас на тесте вот такая вот тачка, она необычная, это Muscle Car и он очень сильно похож на Pontiac GTO 1967 года, который мы с вами неоднократно видели в фильме 3XA. 3XA и 3XA3 мировое господство. Вот такой вот автомобиль, давайте выйдем, посмотрим на него. Так, Франклин, давай-ка от первого лица. Вот такая кожаная крыша. Крыша, к сожалению, здесь не убирается назад, поэтому... Но это не мешает ему быть очень-очень крутым. Так, пойдемте в обход. Вот такой вот красивый у нас кузов, немножко грязный, правда, ну, это я на нем ездил полдня, проверял его и я вам скажу, что он достаточно быстрый, даже в стоке. Давайте сядем внутрь. Отлично проработан просто салон. Вот, что я заметил, что Rockstar почему-то очень хорошо прорабатывает салоны вот таких эксклюзивных и старых тачек. Если посмотреть на новые машины, он, как мы видим, там вон по Ганни-Зонда стоит. Или в игре она называется Гротти Туризмо-Р. Так, ну вот, что я хочу сказать о салоне. Салоны Rockstar все очень хорошо прорабатывают. Здесь, так же, как мы видим, есть весла. Отлично проработан спидометр, тахометр, ну и вся приборная панель. Вот, давайте, собственно говоря, заедем в Тюнинг-Ателье, посмотрим, что там смогут нам предложить местные механики. Albany Bicconer. Маслкар. Так, в игре называется эта тачка. Ремонт 104 бакса, давайте. Ну, а заодно нам ее помыли, отлично. Так, броня. Усиление брони 100%, 5000. Ммм, это относительно дешево. Тормоза. Гоночные тормоза ставим. Ну, машина не такая дорогая, оказывается, в обслуживании, как некоторые спортивные тачки. Бамперы. Так, заказной бампер. Стандартный задний бампер. Покрашенный задний бампер. И планка с колесом. Так, ну, это больше нужно для дрифта. Для дрифта, тачки, которые очень быстро сгоняются, нам такой не нужен. Я думаю, покрашенный задний бампер возьмем. Да. Покрашенный задний и заказной спойлер. Так, двигатель. Улучшение суд, уровень 4. 3350. Тоже не сильно дорого. Так, решетка радиатора. Заказная решетка. Так, что тут можно сказать? Давайте оставим такую. Хотя они мне обе нравятся. Капот. Капот с забралом. Капот с забором воздуха. Суперчарджер и тройной суперчарджер. Да, конечно, круто смотрится. Я, наверное, поставлю вот такой вот капот с забралом. Я вообще думаю сделать из нее тачку, как и из фильма 3Х. Посмотрим, что у меня из этого получится. Так, номера. Давайте номера поставим черный. Окраска. Окраска там была, по-моему, фиолетовый перламутр. Так, а почему нельзя выбрать перламутр? Почему-то нельзя, ладно. Давайте тогда металл. Нет, здесь такого цвета нет. Металлик. Вот, из металлика, я думаю, можно выбрать. Где он? Вот, ярко-пурпурный цвет. Да, отлично. Вот его там мы и выберем. Так. И дополнительный цвет, также металлик. Он где-то снизу у нас был. Вот, ярко-пурпурный. Да. Класс. Наша тачка уже приобретает очертания машины из фильма 3Х. Так, крыша. Стандартная крыша, крашеная крыша. О, вот теперь-то она точно похожа на 3Х-овую тачку. Крашеная крыша, да, берем ее. Подвеска. Так, ролейная подвеска. Или обычная. Давайте поставим обычную подвеску. Трансмиссия. Гоночная трансмиссия. О, тачка становится практически очень-очень быстрой. Турбонадув мы не ставим по традиции. Колеса. Какие же там были? Там были какие-то очень большие колеса с низкопрофильной резиной. Так, эксклюзивные. Да, вот отсюда можно выбрать. Из этих колес. Так, нет, нет. Что-то типа вот таких. Если меня не изменяет память. Так, нет, это все не то. Не в эксклюзивных. Давайте посмотрим. Так, если в маслкар. Нет, маслкаровских они более такие. Маслкаровские. Да, наверное. Так, лаурайдер. Лаурайдер. Так, ну не такие прям спицы. А что-то более спортивное. Нет, здесь тоже нет. Тогда заходим в спорт. Спорт. Так, вот такие. Вот такая очень-очень похожа на. Диски очень похожи на те, что были в игре. Не в игре, а в фильме. Прошу прощения. Так. О, JT One. Какой-то. Если что, остановимся на нем. Так, так. Нет, не те. Давайте все-таки JT One. Где они? Вот они. JT One. Выберем их. На мой взгляд, они максимально приближены. Приближены. К тем, которые были в фильме. Так, и они были хромированные. Здесь, по-моему, такого цвета нет. Да, нет. Тогда сделаем им белый цвет. Поставим. Белый, по-моему, где-то в начале был. Белый и не. Вот. Давайте оставим белый и не. Модификацию колес. Заказанные покрышки. Нет. Не будем ставить пулестойки. Покрышки нам тоже, в принципе, не нужны. Стекла. Я думаю, слабое затемнение поставить. Просто, чтобы было. Так. Вот мы вроде все сделали. Тачка у нас вот так вот преобразилась. Давайте теперь поедем на трассу. Да. Крутая. Поедем на трассу и замерим время, за которое автомобиль пройдет нашу дистанцию. Да. Круто. Так. Карта. Вот это местечко нам нужно. Давайте туда мы и отправимся. Так. Аккуратненько. Никого не зацепи. Ну, по мощности, по мощности двигателя автомобиль достаточно мощный. Я думаю, он может тягаться со спортивными тачками. С той же гроти туризма. Вот. И по ускорению он практически максимальное значение показал. Которое, может быть, так. И там свернул. Да. Ну, ладно. Аккуратненько. Чуть не зацепили. Вот. Он может показать. Поэтому, я думаю, время у него будет не самое худшее. Самое худшее время, я напоминаю, у нас было у автомобиля. Вот. Вылетел прямо на встречку. А, это я, наверное, на красный проехал, да? Ну, ладно. Немного цепанули дверь. Не страшно. Главное, чтобы не пошел дождь. Тогда будет вообще печально. Вся краска заляпается. Вот. А я напоминаю, что самое худшее время было у автомобиля Мини Купер. Я подумал, что он очень сильно похож на тачку Мистера Бина. Он проехал три круга за одну минуту 47 секунд. Так. Обойдем его. Вот. Там какая-то погоня, я слышу. Так. Вот мы приехали на линию старта. Давай, сдавай задом. По традиции, открываем наше... Пропустил окно. Секундомер. Наш секундомер уже готов. Поэтому предлагаю начинать. Так. Сделаем вот так. Все. Поехали. Сейчас мы выйдем на трассу. Я включу время. Все. Время включил. Поехали. Я проеду три круга. И посмотрим, за какой промежуток времени она преодолеет эту дистанцию. Так. Проходит первый поворот. Посмотрим, как она держит дорогу. Ох, а держит она ее, конечно. Плохо. Можно так сказать, что она плохо держит. Ее прям сносило. Приходилось очень сильно выкручивать руль. Так. Второй поворот. И проезжаем первый круг. За 32 секунды мы проехали. Да. Не самый лучший показатель. Надо ускоряться. Попробуем зайти по внешнему радиусу. Может быть так мы сможем немного нагнать время. Так, зашли. В принципе, заноса не было особо. Так. Проезжаем поворот. Заканчиваем второй круг. Время минута 0,5. Не самый лучший показатель. Так. Давай, понтияк, ты сможешь? Давай, 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 давай. Вот, вот. Пошел занос. Отлично, мы справились. Так, у нас третий круг. Круг, а это значит, что скоро нужно будет останавливать время. И. Стоп, время. Проехали последний поворот. Как вы думаете, какое время? Ну, конечно, вы знаете время, потому что у вас... Вы снизу можете посмотреть. А время, я вам скажу, 1 минута 38,11 секунды. Именно за такой промежуток времени проехал 3 круга вот этот автомобиль. Конечно, он очень крутой, но недостаточно быстрый. Недостаточно быстрый, но, как я уже сказал, очень крутой. Очень круто смотрится американская тачка. Такая мощная, агрессивная. С полным отсутствием обтекаемости кузова. Вот, давайте сфоткаемся на фоне этой машины. А то у нас уже начинает светать. Время 4.20. Вот. Так, чтобы было видно диски этой тачки. Очень, очень классная тачка. Так, делаем фото. Сохраним галерею. Так, ребят, спасибо, что смотрели. Если видео понравилось, ставьте лайки. Если видео не понравилось, соответственно, лайки не ставьте. Если вы считаете, что мой контент может быть интересен для вас, то обязательно подписывайтесь на канал. Если вы считаете, что я один из многих летсплейщиков, который просто копирует у других то, что они уже сняли, то, естественно, не подписывайтесь на канал. Но если вы подпишетесь, значит, вам действительно нравится то, что я снимаю, и я буду очень вам за это признателен. А сейчас я хочу сказать, что ждите следующих видео. Они выходят несколько раз в неделю. И я постоянно работаю над улучшением качества. Видео над улучшением качества своего контента. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.